Всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Девятый день нашей войны уже начался, уже в самом разгаре. И Санты продолжают доминировать, но в какой-то степени, даже при том раскладе, то, что у Эльфов и у Снеговиков в сумме, у двух фракций, имеется всего лишь треть от того, что имеют Санты. И я считаю, что это тот самый день, когда у данных двух фракций, я имею ввиду Эльфов и Снеговиков, есть шанс на отбор новых зон. И эти зоны могут быть не простые одноочковые, как были у нас вчера, но уже захват, как минимум, зон по три очка может осуществиться. Сегодня поговорим о войне, сегодня поговорим о том, что у нас вообще здесь продвигается, по каким зонам есть шанс отбора у Эльфов и Снеговиков. И я даже сегодня, если честно, так долго всё это дело не рассматривал. Довольно быстро я нашёл те самые зоны, на которые стоит атаковать каждой фракции. И заметил для себя определённые интересные вещи, которые сумели организовать для себя Санты. И, наконец-таки, я увидел то, что не такое большое количество звёзд отдали Санты на атаку столиц противников. И это очень важный фактор того, что, наконец-таки, ребята начинают понимать, что лучше пойти атаковать по разным другим зонам. При том раскладе то, что зон после вчерашнего хода, ну, вернее, можно так сказать, уже как бы сегодняшнего, потому что сегодня у нас с 9 до 10 были именно такие подборы кристаллов, то есть выдача всего этого дела. И начался уже следующий ход, поэтому, по сути, до 9 по МСК ещё как бы сегодняшний день тоже считался. Ну, в общем и целом, не суть важная, 9 ход имеется, и Санты, хоть и сегодня распластались по всей карте, чуть ли не ещё больше половины этих всех зон пытаются отбирать, но, в общем и целом, я могу сказать то, что на данный период времени не такое большое количество зон они могут захватить. Что касаемо дефа, если так пробежаться, то одноочковые зоны пока что в большом количестве эльфы могут забирать. Что касаемо трёхочковых зон, то сегодня здесь ситуация обстоит следующим образом, то что подефать придётся потяжелее всё это дело, но я более чем уверен, что у Санты ещё все эти игроки, возможно, большая часть тех, кто набивает большое количество звёзд, ещё не проснулись, ещё не начали играть, возможно, ещё какими-то делами ребята заняты, но потом уже начнут догонять, потому что, по сути, отрывы тут на каждой точке не такие большие, но, в общем и целом, я надеюсь на то, что данные фракции в какой-то степени сумеют задефать, не потерять большое количество территорий, хотя сейчас у эльфов имеются огромные шансы, например, вот этот весь левый фланг в виде шести зон по одному очку просто-напросто забрать, хоть и трёхочковые зоны тут почти все довольно неплохо дефаются, ну, либо выигрываются с минимальным перевесом для фракций вражеских. Всё равно, я думаю, что эти фракции останутся за Сантами, и самое интересное то, что, например, вот такая вот зона, как стадион, которая сейчас у нас вырезана и является очень удобной для Санты, неудобной для противника, потому что открывает для себя сразу 4 атакующих позиции, при том раскладе то, что все остальные зоны являются вражескими. С точки зрения тактики это очень интересно, и Санты отдают предпочтение дефу данной территории, и это очень-очень грамотно. Давайте приступим уже, друзья, наверное-таки, к моим ходам. Сегодня не буду тут много размусоливать, потому что, по сути, центральные зоны уже дефаются стабильно с Сантами, проблем тут никаких у них нету, отрыв в три раза, говорить о том, что они вдруг резко сейчас начнут проигрывать. Да я даже, честно говоря, уже в чудеса такие особо не верю, при том раскладе то, что перевес вчерашнего хода у Сант был около 35 тысяч. Каждый день мы продолжаем подсчитывать голоса каждой фракции, следить, какое количество звезд набивается за ту или иную фракцию. И, в общем и целом, с каждым днем даже в какой-то степени немножечко этот перевес увеличивается. Если позавчера был около 30 тысяч, вчера уже был 35, возможно, сегодня вечером будет вообще 40. Ну, если вам интересно, приходите на вечерний стрим, тоже узнаете. Давайте почитаем все это дело вместе с вами и узнаем, насколько сегодня будет этот жесткий перевес. Ну, ладно, давайте уже начинаем идти по фракциям. Начнем, наверное, таки с Сант. Сегодня я подготовил здесь для вас такой вот интересный ход. В плане атаки я выбрал Новол. Почему именно Новол? Все другие точки для Сант это либо одноочковые, либо столицы. Что касаемо столиц, я наконец-таки понял, что Санты красавчики и то, что отдали в сумме на две столицы всего лишь 12 тысяч звезд, это очень-очень грамотно. Но Новол является последней трехочковой зоной. И что, если не ее? Даже при том расставить то, что 2,5 тысячи перевес у эльфов на защиту данной зоны, я считаю, что лучших года здесь нет. Атаковать в очередной раз какие-то одноочковые позиции, ну, пусть это делают другие игроки, а я считаю, что лучше я нажму на Новол и свою сотню, может, даже больше звезд на него точно вкину. Что касаемо дефа, то за деф я выбрал Риво. Здесь на данный период времени на 250 звезд у снеговиков в атаке больше, но, по сути, я считаю, что нужно задефать ее, иначе эта зона довольно просто открывает ход на центральные точки, долина, зона, там дальше уже можно податру идти, и отдавать ее точно, наверное-таки, не стоит сантам, поэтому давайте-ка я ее задефаю. Дальше, что касаемо у нас снеговичков. Снеговичков я очень, честно говоря, недолго думал, что тут делать. Атака на гардер, трехочковая позиция, которая сейчас с минимальным перевесом преобладает у атаки, и, по сути, можно попытаться за нее побороться, то есть, в какой-то степени я попытаюсь помочь нашей фракции эту зону захватить. Ну, а что касаемо дефа, выбрал деф Форт Нокс, ни одной другой позиции, по сути, тут дефать-то и незачем. Все остальные одноочковые зоны, либо столицы, которые все равно задефаются фракцией, при том раскладе то, что, как вы знаете, большинство игроков, что эльфов, что снеговиков, постоянно дает деф за свою столицу. Ну, а что я могу дефать, если не Форт Нокс, который потом, по сути, откроет очень небольшое количество территорий, дополнительных для сант, и я не считаю нужным это делать, поэтому закрываю эту зону, при том раскладе то, что тоже перевез довольно-таки маленький, и в какой-то степени моя помощь может здесь пригодиться. Что касаемо эльфов, то здесь ситуация обстоит следующим образом. По дефу у нас остается новол, это последняя точка, о которой я говорил за сант, то есть санты попытаются максимально ее отжать. Ну, а что касаемо дефа, попытаться задефать ее можно, при том раскладе то, что я уверен, что спустя пару-тройку часов на этой зоне у сант уже будет намного больше звезд, и они как можно ближе приблизятся к эльфам, то сейчас логично стоит задефить ее. Что касаемо атаки, я выбрал парму. Пока что перевес по дефу у сант имеется на тысячу звезд, но, в принципе, если эльфы будут делать такие же последующие ходы, как и сделал прямо сейчас я, то попытаться отжать данную территорию можно. Посмотрел за другими зонами, ничего такого сверхинтересного, кроме данной точки, если честно, я не нашел за эльфом. Поэтому, друзья, ситуация у нас обстоит следующим образом. Ни для кого не секрет то, что потихонечку интрига у нас спадает, и при том раскладе то, что у сант уже 84 очка, это говорит об очень многих вещах, и в какой-то степени кто-то уже хоронит войну, кто-то говорит, что она нечестная, то, что такого не может быть, чтобы одна фракция делала такие грамотные ходы, другие фракции не делали их. Но я вам на этот счет могу сказать одну простую вещь. Поверьте мне, что сегодня идет только девятый ход, и если после сегодняшнего дня, например, вот этот левый фланг, весь уйдет у сант, уйдут какие-то здесь зоны, здесь все закроется, да, и откроется вот эта вот интереснейшая дорога на центральные точки, то все еще может поменяться. И времени на это предостаточно. Другой вопрос в том, что будут делать сами эти фракции. Если они продолжат дефать свою столицу, как они делали это два или три дня подряд, по 70-100 тысяч звезд отдавая за нее, тогда о какой вражде, о каком противостоянии можно здесь вообще говорить? О какой конкуренции? Если вы делаете глупые ходы, а другая фракция более-менее понимает, что нужно делать здесь, при том, даже вот сейчас, вы думаете, что это какая-то тут накрутка или что? Здесь отлично ребята уже сами в большинстве понимают, что два хода подряд они пытались зацепиться за две эти столицы, у них это не получилось сделать, и понятное дело, что дальше просто нет смысла атаковать на эти зоны. Лучше забирать одноочковые позиции, забирать, например, последнюю трехочковую, и просто укреплять свою базу, укреплять свои фланги, свои территории, и закономерно выигрывать войну. Поэтому здесь целиком и полностью все зависит только и только от игроков определенных фракций. И хоть и перевес у Сант имеется, за счет правильных и качественных действий, а не отдачи большого количества звезд на свои столицы, этот исход войны в какой-то степени еще можно изменить. Да, это очень тяжело сделать, и в это мало кто верит, но вспомните прошлую войну. Вспомните, в какой ситуации находились львы, когда это была чуть ли не самая худшая фракция, почти под конец той самой войны, этой фракции накинуло большое количество игроков с помощью распределителя, и фракция сумела выиграть. А быть может, что-то интересное и в таком же духе произойдет в этот раз. Поэтому, если вы играете за снеговиков и эльфов, не стоит отчаиваться, продолжайте делать ходы, и даже если ваши фракции не выиграют, вы каждый день с помощью премиум аккаунта, боевого пропуска, если все у вас это имеется, можете фармить по 9 звезд, если вы набиваете больше 40 звезд. По 9 контейнеров, если вы набиваете 40 звезд. Именно это я имел ввиду, возможно, я там ошибся, не знаю, оговорился. Поэтому, как-то так, друзья, не забывайте то, что у нас есть ссылочка на дискорд, где у нас имеются чаты каждой фракции. Если вам интересно, переходите, общайтесь с ребятами, находите новых друзей, присоединяйтесь к этой войне, возможно, обсуждайте, ищите себе новых друзей. Ну и также не забывайте то, что в группе ВК каждый день я также после данного видеоролика выкладываю пост, где четко показано, на какие зоны я атакую, какие зоны я дефую, и если вам что-либо непонятно, вы можете перейти, увидеть пост, посмотреть, прочитать, и сделать правильные свои ходы. На этом я думаю, что все. Спасибо, друзья, за поддержку моих видосов, которые я уже на протяжении 9 дней выкладываю по войне. Спасибо, что поддерживаете. Если вы будете также продолжать все это дело делать, я надеюсь, что ничего у нас вместе с вами не изменится. Поставите лайк, подпишитесь на канал, я буду очень сильно этому благодарен, и последующие дни буду также обозревать данную интересную войну. У меня на этом сегодня все, всем спасибо, друзья, за просмотр, всем удачи и всем пока. спасибо. Спасибо.